Мы сегодня на обед готовили вот такую вкуснятину. Это картофель и куриное филе с сыром. В общем, очень-очень интересный, вкусный грибы. Вкусный рецепт. Оставим ссылочку в описании под видео на этот рецепт, на каком канале можно будет посмотреть. А сейчас мы собираемся смотреть камин. Так что всем доброе утро, всем приятного аппетита. Кто кушает вместе с нами, у нас сегодня влог начинает не с завтрака, а с обеда. У меня очень много было дел, просто с утра я сейчас высушила волосы. И уже кушаем и выбегаем. Поедем в торговый центр. Торговый центр балканский. 12 стульев. 12 стульев, да. Нам там сказали, что можно посмотреть наличие камин, который нас заинтересовал, который нам подойдет. Поэтому едем его смотреть, если что, будем заказывать. Так что всем приятного аппетита и погнали вместе с нами смотреть камин. Ай, ничего не было! Короче, Лика сказала, что эта прическа супер модная, все сделала. Потом такая стоит, говорит, что она мне не нравится. Что-то она какая-то вообще несуразная. Я предложила ей вот эти косички, просто распущенные волосы и косички, знаете, вот так вот. Вот так вот. Она сказала, что нет. Сейчас модно по-другому. Ну, что-то она непонятно, что сделала, все на голове. Лучше просто распусти, и вот как у тебя распущенный хвост. Хвост, и вот здесь вот у тебя вот волосами обкручен хвост. Я, кстати, вообще люблю, и раньше всегда носила такие высокие хвосты, и хвост волосами вот так обматывала. Очень прикольно получается. Да, я так не делала. Я сделала так, что-то. Нет, я всегда так. Сейчас что-то в последнее время, я не знаю, лень или какие-то, может быть, другие привычки. И, в общем, люблю больше распущенные волосы. А раньше постоянно высоко хвост делала, и волосами обматывала хвост. Очень так интересно и эффектно получается. Вроде бы обычный хвост, но в то же время именно то, что вот окручиваешь вокруг хвоста волосами, получается так эффектно, праздничный. Необычный хвостик. Так, Лик, давай, одевай свои резинки на брекеты. И все, выходим. Приехали мы уже в торговый центр Балканский. Сейчас припаркуемся. И быстренько пройдемся по мебельному, посмотрим камины. Может быть, ликлистинка. Ну, у нас, ну, в принципе, да. Ну, Лик, ты хочешь вот именно по одежде ходить? Пойдем, конечно. Мне как-то не очень хочется. Куда ставим? Сюда? Точно. Можно знаки посмотрел? Да. Лилаш, давай, обувайся. И она всегда разувается, когда в машине едем. Согревается, а потом разувается. Ой, лестница. Лестница для пациентов? Да. Лилаш, давай, ручку. Давай. Так, идем первым делом смотреть в камин. И Лика потом еще хочет, знаете, посмотреть белые кеды в обувной. Ну и, собственно, все, выходим. А Милана еще хочет бургер в Макдональдсе, но здесь Макдональдс закрыт. Поэтому на обратном пути где-нибудь в авто заедем и возьмем. Кстати, сейчас Макдональдс, я не знаю, до купола числа и с какого, но знаю точно, что видела рекламу по 29 рублей сейчас бургеры. А у нас еще купоны, мы их не использовали. Там, да, играли, девчонки, в Монополе, и остались неиспользованные купоны там на газированную воду. На бургер, на мороженое. Не мороженое. А, нет, с картошкой с мороженым. А, по-моему, нету бургера. Мороженое и напиток. Смотри, в Зарине сейчас минус 70. Зайдем? В Зарине, да, фармина? Там, смотри, такой костюмчик. Такого цвета фисташкового. А, мы еще хотим зайти в подружку. Вы знали, что в подружке сейчас... А вот, кстати, по вам подружка, или нет? В подружке сейчас по штрих-коду определенному. Там вот у них в Инстаграме на официальном сайте есть штрих-код. Это, кстати, только там информация, что предоставляешь на кассе при любой абсолютно покупке. Даже, не знаю, салфетки купите влажные. И по штрих-коду выдают тушь бесплатно. Вот мы, кстати, сейчас взяли уже тушь в одной подружке. Просто зашли узнать вообще, правда это или нет. На самом деле взяли тушь. И сейчас еще хотим здесь. Как раз посмотрели, оказывается, здесь есть в Балканском. Почему бы и нет? А подружка, да, почему бы и нет, конечно, возьмем. Тушь, тем более мы не взяли ватные диски, но там были не очень ватные диски, выбора вообще не было. Посмотрим, может быть здесь в подружке хватит трогать лицо руками. Здесь, может быть, будут в подружке ватные диски возьмем. Вот. Ну и как раз, я надеюсь, здесь тоже будет тушь в наличии. И бесплатно можно получить тушь. Лика взяла черную, я хочу коричневую. Как нет, папа смотрел, есть. А папа смотрел, есть подружка. А здесь же много. А, здесь же балканские, несколько корпусов, да, 4, по-моему, здесь корпуса. Ну, в общем, ладно, идемте пока по мебельному, посмотрим, посмотрим камины. Вон тебя уже лазурит встречает. У нас просто мы, когда приехали в Санкт-Петербург, мы выбирали здесь мебель и оставили телефон в лазурит. Это мебельный такой салон. Ты куда? Вон. И меня замучили, мягко сказано, просто. Девушка названила с лазурита каждые два дня. Я говорю, девушка, понимаете, а мы уже выбрали мебель. Я говорю, девушка, понимаете, мне уже не надо. Она мне и звонит, и звонит. Я говорю, мне не надо, мы уже определились. Ну, можно я вам еще позвоню, может быть, вы передумаете. Я говорю, понимаете, мы уже как бы оформили заказ, выбрали. В общем, она мне в течение двух месяцев названивала. Я просто заблокировала номер. Это вообще, я больше ни в каких мебельных магазинах вообще нигде не оставляю свой номер телефона. Нигде абсолютно. Пойдем сюда. Куда? Ой, а смотрите, какой диван. Ой, Мил, только не такой цвет. Пойдем. А такая мебель, смотрите, не нравится. Вот, я говорила, вот такие вот пухы, вот что я хочу. И большой диван. А смотрите, он какой-то как будто бы угловой. А нет, это просто можно такой вместе, как бы, да, такой вот комплект. Вот, пойдем, Милан. Красивый цвет, да? О, а вот камины, кстати. Это не отсюда, а не вверх. Ага. Слушайте, тут так диванов много, да? Давайте посмотрим. О, вот это гигантский диванчик, да? Да, мне в лес. Это то, что нужно. А что это за качество? Ой, мне не нравится. Ну, наверное, аж можно на выбор как бы, да? Вот эти большие диваны вообще класс, да? Вчера, конечно, вообще маленький такой был. Очень красивый, мягкий. О, вот эта вот ткань не нравится. Ой, делюровый. Мне это вроде не нравится. Ну, и ты можешь же любой. А вот смотри какой. Мне сказали цвет индиго. Это и не синий, и не зеленый. Мне уже мне нравится такой цвет. Как у кровати? Да. А смотрите, какой сиреневый. Видите цвет у кресла? Мила, нравится такое кресло? Мам. Такое кресло стоит... Ничего себе, думала, 3 500. 35, 36 тысяч, Мила. Сейчас, кстати, вот такой цвет, да, актуален тоже. Желтый-серый? Ну, какой желтый-серый он? Горчить. Желтый-серый вообще модный. И зеленый модно в интерьере. Но этот цвет... Это не модный, это просто как бы... Типа в тренде, но... Горчичный. Он такой, он не желтый. Это вот, кстати, камера прям желтый передает. Он такой горчичный, да, цвет? Покажи. Смотри, видишь, если смотреть в камеру, желтый прям, да? Угу. А на самом деле горчичный, ты немножко зелена. Зелезна. Зелезна. Я в этом зелезную видела. А! Мам, смотри, не совать, не вина петель. Любого размера. О, смотрите, такой диван. Ой, мне не нравится. А? Вот, да, то, что я хочу, пуш, придвигаешь, получается, вот... Он как бы такой самостоятельный, отдельно. Знаешь, диван, он как будто бы из музея великанов. Какой-то миссурат у меня. Гигантский такой, да? Вот широкий вот, да? Вот этот пуш, про что я говорю, да, они бывают разного размера. И вот так вот придвигаешь, и получается, как будто угловой диван. Можешь его вообще убрать, поставить рядом с диваном. Можно его поставить вообще, ну, вот здесь посерединке, скажем так. И можно, с этим отдыхаешь, ноги раз... Или даже, как некоторые, вот, как стол, скажем так, его используют. Там, на подносике принесла что-то, поставила. Или, там, ноутбук, ты видишь, занимаешься, да? Да. Пойдем. Ну, что вы думаете, не подойдет? Ну, если что, подойдем, пойдем, пойдем. Мы вообще камины идем смотреть. Понятно. Спасибо, что подойдем. Красивый? Мне нравится. Вот ты знаешь, мне вот это вот неудобно как-то, мне кажется, да? Может быть, меньше. Угу. Здесь идет... Лучше, знаешь, с пуфом взять, да? И пуфом будет здесь. То есть здесь идет шезлонг? Угу. Достаточно глубокий, то есть, ну... Здесь шезлонг. Ну, он, как вот, шезлонг. Вот, вот, атаманка, шезлонг, то есть, да? То есть, она идет в сторону для хранения. Вот такие. Достаточно глубокие. И механизм здесь распадывания идет пума. То есть, он распадывается вперед, и получается вроде, у него спальное место будет полностью вот прям вот такое большое. Угу. Показать вам? Не-не-не. Да не, раскладывать не надо. То есть, оно идет вот так, целиком. Угу. И получается, сейчас даже скажу, что спальное место будет. Саша, какой у нас. Два на три, да? Да, да. Ну, практически, да. Два восьмьсот на полтора. Угу. Ну, то есть, два восьмьсот он будет длинного, так и с полтора. Еще посмотрю. А вам нужно, чтобы вперед был выкатной, или... Да, вы покатываете? Скажем, такой же, как раньше это было, как книжка, да, раскладывалась. Угу. Просто такой вариант тик-так. Вот это вот. Он вышагивает сюда вперед. Не ласпитай. Просто опускается. Вот у вас получается так вот поменьше. Угу. Очень большое. Угу. И складывается оно очень бескорно. Просто прям одной рукой. Раз, и он там туда. Ну, да, удобно. Вообще, так может любой, прям, пуск беременника может сломать. Угу. Алик, смотри, какой пуск такой круглый, да? Угу. И также здесь есть. Ой, Ниланка, ты только бьешься. Мне вот нравятся диваны без ножек, чтобы вот стоял на полу. Лежал, стоял. Такой диван от 105 тысяч. Пружина, змейка, Германия. Многослойная березовая фанера. Вот так вот. Модульная система. Соединение с помощью фиксатора. 20. Каждый элемент модульной системы. Может быть использован как самостоятельный объект мебели. Что бы нравилось, да. Пойдем, Ниланка, чтобы отойдем. Спасибо. Возьмите клюшку и там уходите, посмотрите. Угу, хорошо. Если что-нибудь найдете. Спасибо. Наш, клади себе в кармашек. Спасибо. Спасибо. Клади в кармашек, потом будем смотреть, да? Угу. Ой, вот это такой уютный. Да? Мне бы больше формов. Вот он такой. А мне нравится. Классно? Удобно? Посмотрите, куда в празднике круто ищет. Ну как, Вик? Вот у меня с пластинкой, чтобы долго не было. На вот это облокоти сядьки Милана. Очень удобно. Классно любая может быть. Модульная система, диван чисто для отдыха. Но он раскладной? Нет. А, он не раскладывается. Сюда можно поставить французскую складушку, но он вообще предназначен чисто для отдыха. Здесь мемори-класс, где прям вот проваливаетесь, вас обволакивает. Мне приятно. Все это вот тут именно. Мы уже пришли. Наконец-таки в отдел, где продаются камины. Сейчас будем смотреть. Какой камины? Да тут их очень много. Камины? Они все горячие? Они все горячие? Пойдем посмотрим конкретно, который нам нужен. Мам, а это холодненький или горячий? В общем, никак мы не можем. Холодненький или горяченький? Холодненький. Холодненький, это воздух и поглажненький. Короче, никак мы не можем, ну, то есть мы определились, размеров нет, цены вообще пляшут. На сайте одна цена, вчера в магазине сказали вторую цену, сюда приехали вообще третья цена. А цены такие, знаете, там на 10-15 тысяч дороже. Смотри, а вот этот нам не такой? Нет, и вот то, что вроде бы нам обещали, вот мы приехали за ним, там получаются вот такие кристаллики. А мы не хотим вот эти кристаллики, мы хотим вот бревна. Но с бревнами нет именно этой модели. В общем, как-то вот не получается. А такие мы не хотим. Вот мы хотим вот такого плана. Ну, смотри, вот здесь такая вот маленькая, да, вот сам очаг маленький. А здесь вот именно большой. Ящик, нет? Ну, мне не очень, мне вот такой нравится. Ну, суть в том, что даже нет того, что вот нам надо. С дровами, размера, в общем, ходим, пока ищем. Нет, Милаш, не подходит. Это не то. Посмотри, какой вот маленький сам очаг, и посмотри, какой здесь, видишь, большой очаг. Вот только бы если бы здесь было вот такой горячий. Милашка, бревна хотим, а не вот кристаллики. Тогда бы, конечно, мне нужно заказать. И голубой. Это Алика заказала. Сейчас, ребята, я на Новый год хочу тоже. Ты тоже на Новый год хочешь? А здесь, смотрите, голубой, розовый, да? Здесь есть чехол. Это набор. Вот, если вам видео, вот это набор как раз-таки, то, что вот, супер, типа, подарочный набор. Мини-11, здесь получается фотоаппарат, чехол для фотоаппарата и эти карточки, 10 карточек. Здесь есть в голубом цвете. И в розовом. Здесь такой вот чехол, смотрите, с апельсинками. И в розовом цвете. Это картриджи. Это лимон. Лимончик, да. И в розовом цвете, и здесь тоже чехол для фотоаппарата. У меня такого плана был полароид. Мыльник и есть. А я хочу вот такого. Давай мы перекрасим тебе полароид. Нет. Вот, смотрите. Любой цвет выбирай. И в сиреневом наборе входит не чехол для камеры, а именно как альбом для фотографий. Все по-разному, да? Ну да, зависимость от цвета, зависит комплектация этого набора. А я предлагаю на Валбересе посмотреть губозакаталку. Есть такое? Нет, такого нет. Это тоже машина. Это тоже машина. Я хочу розовый. Я тоже хочу. А я сиреневую хочу. А я розовую хочу. Так, мы идем сейчас в подружку. Тут в другой части подружка. Затушью и домой. Камином сейчас, знаете, как заедем в другой магазин, где мы вчера смотрели. Узнаем там цены. И узнаем, потому что цены вообще разные. Разные цены. Мне это, конечно, не очень понравилось. Ну так, в 20 тысяч разница. Кому понравится? Да, почти что в 20 тысяч разница. Это вообще, конечно. И знаете, всегда такой типаж. Ну вот именно сегодня произошла переоценка. Цены поднялись. Ну понятно. Вы посмотрите, где тут подружка. Вон, идем, идем. Разделись, потому что у нас тут жарко. У нас. Знаешь, как я с ней с мамой разговаривала. Она говорит, у вас минус 20, а у нас плюс 20. У вас снег и мороз, а у нас солнышко и тепло. У меня, она говорит, что нам один уступает. У нас тоже солнышко. И минус 20. Ну, сейчас я посмотрю, что-то я не верю, что-то плюс 20. Я тоже, что-то не верю. Ну, плюс 15 точно, наверное. А может, и было днем именно. Я с мамой днем разговаривала. Самая такая вот. А в теплое время. Солнышко согрело хорошо. Плюс 20 было. Ну да, плюс 15. Ну вот видишь. А в обед и было плюс 20, да. Нет, я имею ввиду самая максимальная температура. Видите, какая разница. Я так люблю с солнцем. Рик, смотри, платье вот розовое, похоже на твое бордовое. Розовое есть и верх золотой, и низ юбка черного. Похоже на твое бордовое платье. Милаш, пойдем. Черное это просто объем, это объем длина. А коричневое это что? Вот коричневое. Это объем? Она тоже объем длина. Да, такое. А что это за фирма? А, давай вот эту коричневую. Коричневую, да. Почтенки захотели бургеры. Какие-то сейчас бургеры по акциям 29 рублей. Ну, сейчас бургеры. Посмотрим, что они там представляют. Здравствуйте, по 29 рублей два бургера. А сейчас два гамбургера. А, сейчас 28 праздник, сапада. Спасибо. Гамбургер, гамбургер. Да, гамбургер сейчас по 29 рублей. Ну, че они... Миланка захотела... Ой, Лика. Нет, Милана захотела, Алика начально не хотела. А потом подъехали к Макдональдсу. Лика, коте тоже буду. Мебелью как свяжешься, это кошмар какой-то. Они, знаете, чтобы взяли, говорят, одну цену. Потом, по сути, получается вообще другая цена, как вот у нас получили. Но у нас еще и дело в том, что, как бы я говорила, папе не очень нравится, что там вот эти вот стразики, камешки, кристаллики. А он хочет у нас, чтобы это были дрова. В общем, будем искать сегодня по сайтам. Ой, вообще, конечно, сегодня вот прошли по мебельному. Но это, знаете, вот вспоминаешь, вот Лира, рынок в Пятигорске, когда, знаете, идешь по рынку и тебе со всех сторон. Подойдите, заходите к нам. А что вы ищете? А у нас лучше. Вот, знаете, вот сегодня мы идем, и нас прям аж чуть ли не хватает. Заходите к нам. Визитки прям вот так перед лицом суют. Заходите, заходите. Когда ты уже начинаешь, они видят в тебе настоящего клиента, конкретного. Они уже начинают вообще другие цены говорить. Это вообще, говорят, так вы же нам вчера сказали одну цену. Ну, это новый образец. Ну, вы знаете, там, ой, да, вот сегодня поменялись. Будем искать другие модели. Значит, это не тот камин, который нам нужен. Будем дальше искать. Милан, смотри, под ноги. Ой, блин, Мил, убери этот боулинг. Милана взяла себе боулинг, под ноги не смотришь. Вы как полетела бы с этим боулингом. Все, домой мы идем. Девчонки сейчас будут разогревать бургеры. Какие-то они, если честно, даже без кунжута. Ну, мы никогда не брали такие просто. А это просто по акции думали взять, возьмем. Оказывается, что... Да, захотелось посмотреть, что они тебя представляют. По большому счету они не нужно брать. Да. Тесто и котлета, и все. Ни помидор, ни соуса вообще, ничего. Нет, там кетчуп есть какой-то. Там лук есть. А, нет, огурчик вон лежит. Один. В общем, ладно. Так, ты булочку испортил. Ну, я же должен был попробовать. Но мы будем сейчас пить чай. На этом наш лук подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем до завтра. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok